Друзья, всем привет! Сегодня вы увидите видео с автосалона по продаже БУ автомобилями называется автосалон Автомагазин Бай который находится в городе Минске на проспекте Независимости 163 как ориентир недалеко от станции метро Борисовский тракт Ребят, кстати, ссылочку на ребят на данный автосалон я оставлю под видео в описании а также их номера телефонов контактные будут в закрепленном комментарии ну и вот где-то вот здесь вот в общем, друзья, давайте смотреть видео, так как действительно есть там интересные варианты ну и погнали смотреть видео всем приятного просмотра Друзья, первый автомобиль, с которого мы начнем Subaru Forester 2000 года 2.5 бензин на механической коробке передач стоимостью 2790 долларов нужно видеть на литых дисках неплохая резина ну, есть небольшие нюансы, но в целом, ребят, на мой взгляд, неплохой вариант так, посмотрим, открыт нужно видеть велюровый салон на механической пятиступенчатой коробке передач ну вот, в целом, в принципе понятно, что автомобиль не новый какие-то нюансики, конечно же, присутствуют но в целом автомобиль действительно друзья, это Subaru 2790 кстати, также можно в этом автосалоне приобрести автомобиль в кредит что, на мой взгляд, совсем-совсем неплохо здесь вот такая вот таблетка от Volkswagen 2014 года 1.0 бензин на механической коробке передач 8450 долларов ну, смотрите, она пятидверная задние стекла притонированы вообще интересный вариант для повседнева для езды по городу вообще, мне кажется очень-очень даже и неплохо смотрите, комбинированный салон а нет, друзья, он не комбинированный чисто кожаный салон шесть... а, пятиступенчатая механическая коробка передач ну, состояние очень-очень хорошее, я бы сказал задний ряд сидений смотрите, ну, блин я не знаю, ребят, как кому ну, классненькая машинка для девушки, мне кажется вообще супер вариант да, или, в принципе, и для парня если кататься где-то по городским джунглям то, что надо опель Zafira 2012 год 2 литра дизель на механической коробке передач 13 750 долларов можно видеть на литых дисках неплохая резина внешний автомобиль выглядит совсем даже неплохо ну, скажем, ребят, так, что хороший вариант для семьи можно видеть три ряда сидений семиместный полноценный семиместный автомобиль салон ткань шестиступенчатая механическая коробка передач действительно хороший хороший минивэн, ребят ну, и вон можно видеть третий ряд сидений сиденья соответственно слаживаются ну, понятно, что здесь места на третьем ряду не так уж и много но если большая семья то то, что надо может быть посадить детей туда неплохой вариант здесь BMW BMW 216 GT 2015 год 1.5 дизель на оригинальных литых дисках неплохая резина ну, свеженький, ребят достаточно достаточно свежий автомобиль салон ткань на механической шестиступенчатой коробке передач и состояние действительно очень-очень я бы сказал бы неплохое смотрите кстати вот она двойка смотрите три ряда сидений также полноценный семиместный семейный автомобиль здесь Infiniti FX 35 уже в рестайлинге ну или наверное будет правильнее сказать не рестайлинг а уже в новой морде 3.5 бензин соответственно 2008 год на автоматической коробке передач 13950 долларов в черном цвете на самом деле выглядит очень-очень хорошо на оригинальных литых дисках резина резина 265 дробь 60 R18 давайте посмотрим как это все дело выглядит внутри кожаный салон бензин на автоматической соответственно коробке передач фольксваген фольксваген посад цц 2012 года 2 литра бензин на автомате 13 тысяч 450 долларов за нее просят на оригинальных литых дисках неплохая резина из плюсов ну в принципе ребят чтобы на такой автомобиле была лысая уже резина но это сомнительно смотрите очень хорошая достаточно комплектация кожаный салон таких черно светлых тонах в достойном состоянии на самом деле автомобиль визуально смотрите задний ряд сидений рено дастер 2013 года 2 литра бензин на автомате 8 тысяч 950 долларов за него просят на оригинальных литых дисках неплохая резина из плюсов ну в принципе любят у нас ребят вот эти вот дастеры вообще рено насколько я слышал в 2018 в 2018 году было лидером продаж в Белоруссии именно Рено ну из-за того что наверное все-таки цена качество соответствует на автоматической коробке передач салон салон ткань оригинальные литые диски неплохая резина от салона кожаный салон автоматическая коробка передач кстати салон вот что называется настоящая кожа 2008 год автомобилю уже 11 лет а состояние кожи на высоте здесь Subaru Outback 2001 года 2.5 бензин на механике 4.250 за нее просят на оригинальных литых дисках неплохая резина что касается салона салон велюр на механической коробке передач ну и в целом тоже ребят для 2001 года автомобиль выглядит неплохо салона ну и с плюсов что можно сказать что в этом автосалоне автомобили все чистые намытые и сразу видно если есть какие-то нюансы но в целом автомобили кстати неплохие на самом деле ниссан жук 2011 год 1.6 бензин 9.950 долларов за него просят также оригинальные литые диски неплохая резина автоматическая коробка передач салон ткань ну и тоже состояние ребят опять же я чисто оцениваю автомобиль по внешнему виду как он выглядит выглядит на самом деле он неплохо здесь уже более бюджетный сегмент ниссан альмера 98 года 1.6 бензин на автомате 2450 долларов за него просят ну что вот кстати по состоянию кузова визуально состояние действительно неплохое автоматическая коробка передач ну салон соответственно ткань ну можно видеть что вот например по этой машине можно видеть что пороги они сделаны то есть это не минус в этом автомобиле в такой вот ценовом сегменте а это наверное все таки плюс потому что сами мы понимаем что автомобиль таких годов неплохо так же это ниссан а ниссан и они все неплохо гниют а здесь уже как бы можно видеть что пороги арки по кузову она судя по всему сделана и это соответственно на мой взгляд большой плюс здесь форт мандео 98 года 1.8 дизель на механической коробке передач универсал 1490 долларов просят за него за 98 год 1490 ребят ну в принципе нормальная цена механика чехлы такие под кожу обычные чехлы собственно здесь бмв пятерка универсал я уже вижу что на автоматической коробке передач 530 дизель 2002 год автомат коробка 6950 долларов оригинальные литые диски неплохая резина ну ребят можно видеть что салон здесь перетягивался но уже кожзаменителем перетягивался но в целом в целом автомобиль так же выглядит я бы сказал неплохо а по кузову очень-очень достойно ну и не будем забывать что это дизель любит у нас население дизеля ну и еще один такой более бюджетный автомобиль Deo Nubiro 2001 год 2 литра бензин на механической коробке передач 1950 долларов за нее просят можно видеть коробка как я уже сказал механика пятиступенчатая сиденье велюр салон ну и кстати для ее лет сиденья в нормальном состоянии сохранились да и по кузову она выглядит внешне совсем даже неплохо здесь ребят любимец любят у нас такие автомобили это Passat B3 92 года 1.8 на механике ребят 950 долларов ну вот он пожалуйста бюджетный достаточно автомобиль на неплохой резине как спереди так и сзади ну соответственно конечно же какие-то нюансы по кузову у него есть но в целом ребят в целом надо понимать что автомобиль за автомобиль просят всего лишь 950 долларов ну соответственно механическая коробка передач здесь по простому в таком то ценовом сегменте здесь Lefan скорее всего достаточно свежих годов будет Lefan X50 2015 года ну да 4 года автомобилю 1.5 бензин на автомате на оригинальных литых дисках неплохая резина ну ребят что я еще вижу автоматическая коробка передач также кожаный салон ну в достаточно хорошем состоянии внешне ну в принципе в 2015 году какой он должен быть какой он должен быть я думаю пробег здесь не сильно большой а 2015 год и салон сохранился отлично то есть состояние визуально очень даже неплохое здесь Hyundai Santa Fe второго поколения 2010 года 2.4 бензин на автоматической коробке передач 11 тысяч 950 долларов оригинальные литые диски неплохая резина салон соответственно ткань ну и выглядит вот салончик ребят выглядит совсем достойно 2010 год 9 лет автомобилю и состояние ну по крайней мере состояние кузова и салона на высоте ровер 400 на оригинальных литых дисках неплохая резина механическая коробка передач если быть точнее ребята 416 ровер 99 год 1.6 бензин пятиступенчатая соответственно механика 2450 долларов за него просят Ford Escort 94 год 1.6 бензин на механике 1750 долларов здесь здесь Peugeot 406 2000 года на механической коробке передач 3450 долларов просят за данный автомобиль есть здесь друзья и такого вот формата автомобили то есть автомобили на любой вкус на самом деле ВАЗ 21053 так называемая пятерка 94 года 1.5 бензин на механике 950 долларов бежевого цвета ну а здесь ребят достаточно популярный автомобиль пользуется он большой популярностью у молодежи ребят и смотрите вот в чем что интересно BMW тройка 36 кузове 95 год 1.6 бензин на механике 1750 долларов ну на мой взгляд несмотря на то что автомобиль далеко уже не новый но ценник ценник ребят ценник на самом деле привлекательный я думаю в черном цвете резина еще нормальная ну понятное дело что может быть есть какие-то нюансы по кузову давайте более подробно посмотрим небольшие жучки какие-то но ребят не надо забывать это BMW за 1750 долларов давайте будем исходить из этого ну как я уже говорил она на механической коробке передач в целом она комплектная насколько я знаю все полностью работает но понятное дело ребят что за 1750 вы не купите BMW такого формата в идеале но ценник но ценник я повторюсь на мой взгляд интересный то есть 1750 долларов также кстати можно в лизинг или в кредит приобрести здесь Ford Escort еще один 91 года 1.3 бензин на механике 2450 за него просят ребят ну вот обратите внимание на внешний вид а вот внешний вид действительно вот автомобиль 91 года он старый то есть 91 год но в целом состояние очень-очень хорошее я бы сказал то есть визуально он выглядит совсем даже неплохо здесь еще один японский так сказать автопром Toyota Karina E 95 года 1.6 на механике 1750 долларов за нее просят на литых дисках давайте ее в круг обойдем ну 1750 механика ну ребят недорогой простой автомобиль друзья здесь Renault Scenic 98 года 2 литра бензин на механике 2650 долларов на литых дисках также хорошая достаточная резина салон ткань велюровый соответственно механическая коробка передач ну друзья здесь легенда не побоюсь этого слова легенда советского автопрома копейка 1.3 бензин 89 год на механике 450 долларов ну вот что можно отметить салон неплохой ну понятно что она деланная все но где-то подкрашивалась где-то что-то но в целом ребят ну 450 долларов пассат 5 пассат 2003 года 1.9 дизель на механике универсал 5650 американских долларов за него просят неплохая резина из плюсов салон салон ткань 5-ступенчатая механика ну и тоже визуально кстати очень даже неплохо он выглядит Opel Ast да Opel Astra друзья в белом цвете универсал без цены Renault Laguna 2003 год 1.9 дизельный механической коробки передач 3790 долларов на литых дисках также неплохая резина ребят вот в этом автосалоне все автомобили которые показывают вот действительно резина еще ни одной не увидел лысой вот чтоб явно лысая была то есть даже недорогие какие-то автомобили более бюджетные тоже во всех резина в достойном состоянии ну тут все по-простому механическая коробка передач салон ткань еще одна Toyota Carina E 95 года 1.6 бензин на пятиступенчатой механике 2250 долларов здесь Renault Scenic полноприводный Rx 2001 года 2 литра бензин на механике 4650 долларов оригинальные литые диски друзья полноприводный Fiat Fiat Paleo 2000 года 1.9 дизель на механике 1490 долларов Citroen без ценника Kia Clarus 2000 год 2 литра бензин на механике 1990 долларов салон ткань салон ткань механическая коробка передач универсал Chrysler 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 300C А нет, друзья Chrysler 300M 2000 год 3.5 бензин на автомате которые просят просят за данный автомобиль 3950 долларов на таких литых дисках диски так 225 65 R17 резина вот вот она друзья американская роскошь настоящая кожа ну ребят самое интересное что автомобиль не новый далеко уже салон состояние кожи для его лет очень даже неплохое смотрите есть подогрев сидений электрорегулировка сидений на мой взгляд неплохой экземпляр здесь Opel Omega 96 года за 1990 долларов кстати Omega на автоматической коробке передач оригинальные литые диски также неплохая резина салон я уже вижу велюр смотрите велюровый салон ну как я уже говорил автоматическая коробка передач ну и по кузову ребят выглядит он совсем даже неплохо Nissan Murena 3.5 бензин 2004 года на автоматической коробке передач ребят просят за него 4950 долларов вот вам внедорожник за 4950 ну резина уже на самом деле не очень на оригинальных литых дисках давайте посмотрим салончик кожаный салон кстати состояние салона на высоте на самом деле коробка конечно же автомат и последний автомобиль друзья на этой площадке это Peugeot 306 в универсале внешне очень и очень неплохо выглядит 2002 года 1.9 дизель на механической коробке передач 2650 долларов за него просит даже стало интересно давайте откроем ребят смотрите даже сервисная книжка сохранилась салон ткань кстати очень неплохом на самом деле состоянии автомобиль салон 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 друзья вот и подошло данное видео к завершению не забываем поставить под этим видео лайки если вы не подписаны подписаться на канал всем удачи на дорогах всем пока спасибо